Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами пообщаемся на очень краткую, к сожалению, но при этом очень важную тему, а именно обязанности пациента. Все привыкли всегда обсуждать права пациента, привыкли активно обсуждать обязанности медицинских работников и медицинских организаций, и почему-то гораздо меньше внимания уделяется значимому аспекту, как обязанности пациента. При этом понятно, что многое из того, что врачи в повседневности в своей ежедневной работе делают, без соучастия и сотрудничества с пациентами на самом деле осуществить невозможно. В данном случае главным и не последним по значению элементом в оказании медицинской помощи является наличие понимания и, соответственно, выполнение своих обязанностей пациента. Давайте с этим разберемся, есть ли что-то помимо логики, что может воздействовать на пациента, заставить его что-либо осуществлять. К сожалению, для начала надо отметить, что медицина, как это уже давно известно, является сферой услуг, и в соответствии с регулированием оказания, в данном случае, медицинских услуг, основным нормативным актом является закон о защите прав потребителей. В соответствии с этим законом о защите прав потребителей, огромное внимание всегда уделяется условиям оказания услуг, в данном случае условиям оказания медицинских услуг, медицинского вмешательства, медицинской помощи. При этом второстепенным, по мнению закона, является участие потребителей этих самых услуг. Так, по логике понятным причинам, существует понятие инструкции или техники безопасности, однако эти инструкции и техники безопасности в отношении к медицине почему-то применяются довольно-таки редко. Хотя, все-таки, есть частью прецедентов, которая показывает, что подобный подход в разграничении прав и обязанностей пациентов и, соответственно, возможностей медиков и медицинской организации возможен. Медицина относится не просто к защите прав потребителей, а выделена в отдельный вид оказания услуг в соответствии с статьей 39.1, подлежит регулированию постановления правительства. Это постановление правительства 10.6 об оказании платных медицинских услуг, которое, в свою очередь, ссылается на профильные приказы Министерства и ведомства. В данном случае, когда мы с вами говорим о глобальных задачах и вопросах оказания медицинских услуг, мы с вами говорим о 323-федеральном законе. Когда мы говорим, допустим, о качестве оказания медицинской помощи, мы переходим к 203-му. И, собственно говоря, статья 39.1 переводит регулирование оказания отдельных видов услуг, в данном случае медицинских услуг, в соответствующее профильное русло. То есть, в данном случае вопрос качества оказанной услуги подлежит оценке не пациентам как потребителям услуг, поскольку он не может оценить качество предоставленной медицинской услуги, а оценка осуществляется в соответствии с профильными приказами. В данном случае 323-й и в данном случае 203-й. Однако в соответствии с ними же мы сходим, когда говорим о обязанности, что медицинских работников, что чаще происходит, обсуждается в обществе, что пациентов, что почему-то обсуждается реже. Однако есть и такие. В соответствии с современными подходами общение с пациентом и, соответственно, взгляд на обязанности пациента подразделяется на несколько ключевых подходов. Это партнерские взаимоотношения и патернализм, при котором в одном случае идет объяснение пациенту, почему ему следует следовать назначениям врача тем или иным. При этом зачастую медицинский работник приходится разубеждать, разуверять пациентов, которые уже до этого познакомились с диагностическими концепциями Гугла, Яндекса, форумов и соседей, и проводить такую санитарно-просветительскую работу, при этом, соответственно, затрачивая на это большое количество времени. Нередко подобные объяснения не воспринимаются, к сожалению, пациентами. При этом есть исследования, в соответствии с которыми объяснения пациентам нередко усваиваются не более чем на пятую часть от объяснения. К сожалению, сложно опираться на подобные данные, потому что не совсем понятно, что объяснялось, как объяснялось. Это как бы такая средняя температура по больнице, включая морг и температурищих. Однако, к сожалению, статистика такова, что не все объяснения медицинских работников пациента понимают должным образом. При этом, собственно говоря, НАСТО в этой истории беспокоит значительным образом то, что не только то, что пациент понял, а что он еще будет выполнять, как он это будет проверять. И поэтому вариант с партнерскими отношениями, без сомнения, хорош, без сомнения, необходим для усвоения, но зачастую трудно выполнить медицинским работникам ввиду отсутствия либо соответствующих навыков, либо соответствующего времени. Патернализм как подход, при котором пациенту не объясняют, а указывают на необходимость следовать, без сомнения, хорош при наличии должного авторитета, однако авторитет что медицины, что медицинских работников регулярно снижается, поэтому как подход в настоящее время это весьма спорно. Некоторое влияние, к сожалению, оказывает активное обсуждение не обязанности пациента, а прав пациента. В соответствии с концепциями огромного количества защитников прав пациентов, пациент, во-первых, всегда прав, и вторая концепция — это пациент всегда страдает, и поэтому он прав, и даже если он не прав, он уже пострадал, поэтому, собственно, с него взять нечего. Таким образом, у нас получается как бы перевернутая концепция взаимоотношений и равенства и партнерства, когда врач должен, а пациент может, и в случае, если он ошибся, он уже пострадал. Соответственно, ответственность с него таким образом какая-то моральная снимается. К сожалению, с юридичкой все еще сложнее. И, наконец, последний подход, который звучит как «пациент должен» или «врач должен», по сути дела является некоторым компонентом, некоторыми сторонами одной и той же монеты. Это такой экстремизм, направленный что в сторону пациентов, что в сторону медицинских работников, редко когда приводящий к нормальному взаимодействию между медработниками и пациентами. Из этого всего будет вытекать следующее представление, которых мы постараемся коснуться. Что пациент обязан, что он может. Во многих случаях эти ситуации перекликаются, есть понятия, перекликаются между собой, потому что, к примеру, мы четко с вами знаем, что пациент, с одной стороны, имеет право на отказ от медицинского вмешательства, которое ему предлагает врач, с другой стороны, имеет право на согласие, на медицинское вмешательство. Собственно, провести медицинское вмешательство без согласия, в нормальной ситуации медицинский работник не может. Ряд ситуаций есть, без сомнения, когда медицинская помощь оказывается без согласия. Это отдельные случаи, когда мы, допустим, говорим о общественно опасных состояниях, связанных с распространением инфекционных заболеваний, связанных с оказанием экстремедицинской помощи и многие другие. Однако в повседневной врачебной практике подобные ситуации встречаются все-таки казуистически редко. Поэтому тема врач должен предложить, должен объяснить. В данном случае перетекает в обратную ситуацию. Пациент должен либо отказаться, либо согласиться. К сожалению, с этим долгом, который у пациенту предоставлено соответствует с 323-м федеральным законом, пациент во многих случаях не соглашается. Он либо отказывается подписывать отказ, либо отказывается подписывать согласие. Минус заключается в том, что во многих случаях, к сожалению, информированное добровольное согласие либо не предоставляется медицинскими работниками, либо далее при проведении надзорных проверок, надзорными органами, контролирующими органами, мы видим, что те или иные информированное добровольное согласие либо признаны ненадлежащими, либо признаны, допустим, судом некачественными. И как доказательство они из дела уходят. Это происходит в связи с разными особенностями, допустим, тех же самых информированных добровольных согласий, которые существуют и, к сожалению, регулярно встречаются в практике. Это, допустим, обилие медицинских терминов в информированном добровольном согласии, которые не понимаются пациентам. Не заполнены до конца информированное добровольное согласие. В соответствии с практикой у нас, к сожалению, встречается как претензия со стороны судов к наличию медицинских терминов, так и претензия со стороны судов к отсутствию терминов, имеющихся номенклатуру медицинских услуг. Во многих случаях, к сожалению, подпись пациента под информированным добровольным согласием нивелируется его же словами о том, что он это не прочитал или это не понял. Поэтому доступность донесения информации должна быть крайне высокой. К сожалению, в последнее время по мере развития направления медицинского права и появления информированного добровольного согласия, развернутых достигающих временами 4-6 страниц, появились случаи, когда пациент сообщает о том, что они подписали, не читая. И суды, к сожалению, в отдельных случаях тоже становятся на их сторону. Поэтому в данном случае врач обязан объяснить, пациент вроде как обязан изъявить свою волю, при этом медицинская организация, которая утверждает, допустим, бланки информированного добровольного согласия, должна позаботиться о том, чтобы этот бланк было сложно отвести, и он был информативен. Следующий, ну, наверное, на самом деле, исходя из логии оказания медицинской помощи, основной задачей пациента и его же обязанности является охрана своего здоровья. Это прописано в 27-й статье 323 федерального закона, и, собственно, состоит она из следующих постулатов. Постулатов на самом деле три, здесь они для удобства разделены на четыре пункта. Это обязанность гражданин заботиться о своем здоровье, обязанность проходить медицинские осмотры, обязанность при наличии заболеваний, представляющих опасность, проходить обследование, лечение, заниматься профилактикой, и, наконец, обязанность соблюдать предписанный режим в медицинской организации, правила поведения пациента в медицинской организации. К сожалению, наличие подобных предписаний никоим образом не говорит нам, если пациенты это нарушат, то что именно будет. Это как бы декларативные правила поведения, декларативные обязанности пациентов, которые без сомнения надо учитывать, без сомнения надо составлять медицинскую документацию, заполнять так, чтобы эти аспекты учитывались, и потом при возникновении конфликтной ситуации, и, не дай бог, разбора с судами, контролирующими органами, на них можно было опираться в своих ответах и возражениях. Однако, как таковая, прямая ответственность за подобные действия у пациентов не наступает. Когда мы с вами говорим о необходимости заботиться о своем здоровье, это крайне размытая, к сожалению, формулировка, потому что она не предписывает толком ничего. Нельзя пациента по умолчанию заставить вести здоровый образ жизни. Это как бы хорошая традиция, хорошее пожелание, однако на практике сказать, что у пациента развились определенные осложнения, допустим, не связанные с дефектными оказаниями медицинской помощи, из-за того, что он вел нездоровый образ жизни, и перевести таким образом, соответственно, пациента, к сожалению или к счастью, не получится. В отношении регулярности прохождения медицинских осмотров, в отношении лечения и прописанных обязанностей по лечению и соблюдению режима, все гораздо серьезнее и в то же время проще. Дело в том, что пациент не только должен знать, что он должен соблюдать, но то, что он должен соблюдать, должно быть описано в медицинской документации. Когда мы с вами говорим об определенных обязанностях, которые мы вменяем пациенту, эти обязанности должны быть где-то указаны. У пациента есть, допустим, при амбулаторных обращениях определенный режим обращения, с какой частотой он должен обращаться в медицинскую организацию. Так вот, эта частота должна быть не только записана в расписании медицинской организации, но и она должна быть указана в рекомендациях во врачебном заключении. Причем для того, чтобы в случае конфликтной ситуации доказать, что пациент это видел, на том экземпляре врачебного заключения, который остается в медицинской организации, в амбулаторной карте, вклеивается в бумажном варианте, еще желательно иметь подпись пациента, что он с этим заключением был ознакомлен. В противном случае, в ходе судебных разбирательств пациент и его представители совершенно спокойно заявляют, что они это заключение в глаза не видели. Доказать обратное представляется очень сложным. Кроме того, если мы с вами говорим, допустим, не про режим явки, а про режим применения лекарственных назначений, диагностических назначений, необходимы отметки не только о том, что именно желательно пройти, но и в какие сроки. Необходимо помнить, что медицинская организация, допустим, при оказании амбулаторной помощи, должна поставить клинический диагноз в соответствии с 23-м приказом в течение 10 дней от первого визита. Таким образом, получается, что вне зависимости от исполнения пациентом предписаний и кратности визитов диагноз должен быть поставлен. Соответственно, в течение какого-то времени от первого визита пациенту должны быть проведены необходимые диагностические обследования. Если это доктор указал в медицинской документации, это становится важным аргументом, в связи с чем, к примеру, пациенту не был установлен клинический диагноз или был установлен неправильный клинический диагноз, как позже было выяснено. Указание на то, что пациенту необходимо пройти то или иное обследование без указания даты, опять-таки, к сожалению, не всегда может медицинская организация у медицинского работника спасти. Следующим важным выводом из этого слайда является то, что любые нарушения режима, не только нарушения явки, которые будут заметны по дате повторного визита, но и нарушения режима, связанные с отсутствием приема препаратов. Приема препаратов не в тех дозировках, не тех препаратов. Отсутствие выполнения необходимых предписаний, допустим, диагностических, должны появляться в врачебных заключениях. И опять-таки, желательно с подписью пациента. В данном случае, к сожалению, специалисты, которые учат врачей общаться с пациентом и наложить партнерские взаимоотношения, в заключении их рекомендации идут несколько в разрез с рекомендациями проектованной безопасности медицинской организации, потому что если они учат во многих случаях не обострять ситуацию, то для нас необходимо описание в карте тех факторов, которые могут закончиться плохо. Например, пациент с строительной травмой, травмой руки, которую он получил при проведении строительных работ, работая по найму без официального оформления, являясь человеком, незаконно пребывающим на территории нашей страны, без постоянной регистрации, предъявляет медицинской организации претензию на определенную сумму, указывая в ней свой предполагаемый доход, ничем не подтверждаемый, а также траты, понесенные в ходе лечения, последствий своей строительной травмы, которую он оплачивал медицинской организации в конверте доктора. Выйти из этой ситуации было бы довольно-таки сложно, если бы не записи, которые доктора оставили. Они оставили кратность посещения, которую пациент нарушал, они оставили давность травмы, они оставили в описании того, чтобы пациент занимался самолечением, при этом перечислив то, чем он лечился, естественно, это было не профильными, не действующими, не действенными препаратами. И, наконец, в ходе второго визита в медицинскую организацию, когда у пациента из воспалительного поражения одной фаланги воспаление перенеслось до флегмона кисти, доктор описывал показания для госпитализации. Собственно, пациент был госпитализирован, но, помимо всего прочего, доктор еще описал, что пациент самостоятельно прокалывал руку, пытался спустить из нее к дной, не применял назначенный ранний препарат, а применял, допустим, если не ошибаюсь, массивишневского. Вот этот набор описаний дополнительных позволил нам четко сформулировать позицию медицинской организации, когда мы отвечали на эту претензию. И, без сомнения, без подобных описаний нам бы не удалось отстоять интересы клиники. Поэтому описание в карте должно быть, в заключении должно быть максимально подробно и того, что пациент делал, и того, что пациент не делал. В нарушении, соответственно, режима, который был до этого указан. К сожалению, последующие слайды относятся к очень двоякой истории. Во многих случаях представление пациентам тех или иных документов, запрашиваемых ими, это проявление должного уважения к пациентам. Однако действующее законодательство дает возможность медицинской организации не торопиться с представлением ряда заключений. И поэтому, допустим, если мы говорим про выдачу медицинского заключения, о проведенных свидетельствах, осмотрах, на выдачу подобного документа у медицинской организации есть три рабочих дня. В то же время, если мы говорим о выдаче любого пространного ответа, о выдаче медицинской документации, о выдаче карты, мы, к сожалению, сталкиваемся до настоящего времени, когда пациенты подменяют понятие претензии, которое мы еще позже рассмотрим, понятие выдачи медицинской документации требует выдачи медицинской документации в течение 10 дней, при этом зачастую еще отталкиваясь от той даты, которая указана в их обращении. Подобные истории однозначно трактуются, к счастью, у нашей судебной системы и в соответствии с 59-й федеральным законом на выдачу что медицинской документации, что на ответ на обращение дается 30 дней. То же самое касается, собственно говоря, и выдачи медицинской документации, как я ранее сказал, когда что выписки из документации, что копия, что ознакомление с картой осуществляется в указанный период времени. Ну и, наконец, если мы говорим о удовлетворении претензии, а именно требовании, финансового требования, в данном случае вступает в силу закон о защите прав потребителя, который отводит 10 дней на то, чтобы требование было удовлетворено. В том случае, если мы говорим об отказе удовлетворения требования, ответ все равно должен быть, но он должен быть дан в разумные сроки. Чаще всего под разумным сроком подразумевается указанный ранний срок в 30 дней. Следующим пунктом, который необходимо отметить, является то, что передавать все данные, которые были ранее перечислены, мы должны законному представителю. Законный представитель — это не тот, кого пациент каким бы ни было способом по телефону с использованием средств современной связи, то есть в мессенджере, допустим, назначит таковым в разговоре с представителем медицинской организации. К сожалению, у нас есть практика, когда недовольный пациент в течение последних двух лет периодически запрашивает тельные документы, их с определенной периодичностью уже не забирает, и в последний раз она собиралась прислать курьера за документами. Естественно, это недопустимо, существует понятие законного представителя, и законность этого представителя определяется наличием нотариальной доверенности с указанием возможности у того лица, которому доверяют пациент, предоставления доступа к врачебной тайне. Потому что это отдельный вид тайны, о котором, собственно говоря, я говорил ранее, и просто простая доверенность без указания этой формы, может быть, медицинской организации не восприняты, и это никак не будет караться. Кроме того, не является законным представителем в отношении доступа к данным составляющим врачебную тайну адвокат без доверенности, юрист представителя без доверенности, и любые иные лица, допустим, те же сами родственники или посетители, которые могут присутствовать вместе с пациентом, однако они должны быть вписаны в информированное добровольное согласие, допустим, для амбуа при амбутором оказании помощи по форме 1177, там есть соответствующие строчки, либо согласие на обработку персональных данных. В противном случае это лицо не является законным представителем пациента. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...